Офис врача общей практики в селе Мокрая Бугурна введут в эксплуатацию уже в этом году. Поручение дал глава региона на традиционном приеме граждан. Жительница Цельнинского района рассказала губернатору, что действующее здание ФАПа старое, ветхое и непригодное для использования. Строительство нового включено в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2024 год. Дарья Александровна, до конца года будет построен новый ФАП, современный, и до новогодних праздников его сдадим в эксплуатацию. Геннадий Макарович, вы тогда следите за ходом строительства и постарайтесь с подрядной организацией проговорить, чтобы они не затягивали, а уже осенью, чтобы работы были сданы. В сентябре закроют вопрос с и с уличным освещением у детского сада «Золотой петушок» в Димитровграде. В зимнее время очень холодно находить, очень зимно утром, очень зимно вечером. Исправят все три опоры со светильниками. Для их установки в ближайшее время начнут прокладку питающего кабеля общей протяженностью 80 метров. Жители Меликесского района жалуются на слабое водоснабжение домов в селе Собакаева. Всему виной старая система водозабора. По поручению главы региона ремонт скважины завершат до сентября этого года. Обращаются к губернатору и с вопросами личного характера. Помочь в приобретении игрового спортивного протеза Алексей Русских просит многократная победительница всероссийских соревнований по бадминтону Альбина Мухаметова. Прорабатывали также с фондом социального страхования. В принципе, в рамках индивидуальной программы реабилитации они также выдают протезы, но, к сожалению, не выдают игровые спортивные протезы. Поэтому приобрести его за счет фонда средств социального страхования не получится. Поэтому по вашему поручению готова в ближайшее время провести комиссию. Ее результаты помогут оказать адресную материальную помощь. И уже осенью Альбина сможет представить регион на всероссийских соревнованиях в Чите. Продолжение следует...